Плюс сказано, что они собаки адского огня. Пророк Али Саратусен говорит о том, что их наказанием будет адский огонь, соответственное воздаяние за их действия, за их зульм, за их притеснение, несправедливость, переход границ, за то, что они столько вреда приносят мусульманам, столько досаждают мусульманам. И удивительно, что, как сказал Пророк Али Саратусен, это их качество. В основном, люди действительно, по-настоящему люди ширка, настоящие мушрики, многобожники и неверующие, от них не страдают. В основном. Хорошо? В основном страдают кто? Верующий. Они оставляют, как Пророк Али Саратусен сказал, людей идолопоклонников. И что сражаются, убивают людей ислама. Почему? Потому что мусульманин у них, мусульманин у них мушрик. Мусульманин у них, он мушрик, он у них кафир, он у них неверующий. И показательный пример этого, это история, которую, наверное, вы знаете, история Абдулла обну Хабаба, раби Аллаху Али. История кого? Авдулла обну Хабаба, раби Аллаху Али. Хариджиты схватили его, хотели его убить или вознамерились убить. И схватили, и повезли, и они на своем пути проходили мимо свиньи, и один из них захотел убить эту свинью, но другой сказал, оставьте, оставьте, не трогайте, потому что может это принадлежит аглюль-китаб, людям писания, а их имущество запрещено, их имущество харам, ясалам. Аллаху Акбар, какая набожность, свинью не убивай, свинью не убивай, потом они проходили мимо плодов, которые лежали на земле, и кто-то хотел взять эти плоды, сказали тоже не трогайте, может быть это пища аглюль-китаб, и нельзя ее трогать, опять такая удивительная набожность, похоже на тех людей, которые спросили, можно ли убивать муху? Хаджи, убили, убили сына, внука, пророка, алей-сарату ассалам, жителей Ирака, спрашивают про муху, можно ли убивать, эти здесь, свинья, какая набожность, финики на земле лежат, какая набожность, как будто бы, да? И сказал им тогда Абдулла Абнухаббал, а указать ли мне вам на нечто, что более неприкосновенно и запрещено покушение на что, чем вот эти вот вещи? Они сказали, укажи, сказал я, 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 который молился, совершал намаз вместе с пророком, алей-сарату ассалам, столько-столько-то раз, совершал хадж с пророком, алей-сарату ассалам, соблюдал солум, сиям, пост, уразу вместе с пророком, алей-сарату ассалам, столько-то, столько-то, Который вместе с ним совершал джихад столько-то и столько-то. И начал перечислять эти вещи. И когда он закончил, что они сделали? Они схватили и убили его. Схватили и убили. После всех этих вещей, сказанных им, они не увидели оснований в его словах для того, чтобы признать его неприкосновенность. Чтобы признать недопустимость покушения на него, на его жизнь. После того, как он привел им такие убедительные доводы. А до этого, до этого они убили его, то есть мать его ребенка. Они убили мать его ребенка. Они вспороли ей живот. Она была беременна. Вспороли ей живот, чтобы выпал плод. А после этого ее убили.